Маунтинбайк соревнования на горных велосипедах по специальной трассе с крутыми спусками и трудными подъемами. Традиционные осенние состязания Федерации велоспорта Московской области в Гребнево организуют более 30 лет. Кубок включает в себя 6 этапов, которые проходят в разных городах Подмосковья. Стоит отметить, что именно соревнования по маунтинбайку можно назвать необходимыми для тех, кто хочет научиться профессионально владеть велосипедом. Для того, чтобы показывать хорошие результаты в других дисциплинах велосипедного спорта, а их четыре, это шоссе, трек, маунтинбайк, который сейчас проходит и BMX. Для того, чтобы показывать хорошие результаты на шоссе или на треке, нужно хорошо владеть велосипедом. Сейчас шоссейные гонки проводят, международные гонки проводят по таким трассам, что без хорошего владения велосипедом там просто делать нечего. Поэтому ребята с наших лет начинают соревноваться у нас по дисциплине маутинбайк для того, чтобы владеть велосипедом достаточно хорошо. И потом уже переходят, кто остается в маутинбайке, кто-то переходит на другие дисциплины. На втором этапе собралось более 250 велосипедистов разных возрастов, от 8 до 50 лет. Спортсмены приехали из таких городов, как Москва, Электросталь, Дубна, Сергеев, Посад, Эстра, Долгопрудный, а также Владимирской, Тверской и Ярославской областей. В большинстве своем в кубке принимают участие начинающие любители двухколесного вида транспорта. Но бывают и те, кто в этом деле успел здорово поднатореть. Вот сейчас у нас будет в Англии первенство мира. 27 числа у меня старт. В этом году я был третий на чемпионате России в групповой гонке. И третий был на первенстве России в индивидуальной гонке. На золотых колесах Подмосковья принимал много раз участие. У нас получается в октябре, обычно эти соревнования проводятся, ну получается с сентября до ноября. И я в октябре, когда у нас шоссейный заканчивается, как бы межсезонье, я участвую вот на таких байковских соревнованиях. На каждом этапе участник получает определенное количество баллов. Позже их суммируют и в конце выявляется победитель в каждой возрастной категории. Заключительный шестой этап соревнований «Золотые колеса Подмосковья» пройдет в городе Орехово-Зуево уже 20 октября. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.